Открытый Кубок Белогория собрал ушуистов всех возрастных категорий, начиная с 12 лет. Даже самые юные спортсмены знают, на татаме никаких послаблений. В условиях настоящей битвы при полной экипировке они показывают все, на что способны. Было тяжело. Надо было принимать физические силы какие-то. Ну, в общем, соперник тоже опытный. Приходилось думать. Выбрал я вид спорта такой, потому что надо себя защищать, надо защищать близких родственников. Ушусаньда – это свободный контактный поединок, где разрешены удары руками, ногами, захваты и броски. Динамичная и довольно жесткая борьба, в которой важны техника и расчет. Здесь нужен бойцовский характер и неважно, какого ты пола. А скольчанка Алиса Иринина провела два боя и оба раза одержала уверенную победу. Я сначала ходила на зудо, мне там не очень как-то понравилось, потому что там больше кидают. А на боксе мне понравилось бить руками и ногами. Я больше дерусь, чем борюсь. Самые зрелищные поединки показали взрослые спортсмены. Для них эти соревнования в первую очередь – обкатка перед главными стартами года – Кубком России. Он пройдет в конце декабря во Владимире. Денис Твердохлебов из Оскольского клуба «Фронткик» уже становился лучшим в стране. И в этом году вновь готов побеждать. Хороший опыт в дальнейшем. Подготовка к скорой передов России. Надо выстоять хорошо. Ушел, по-моему, самый перспективный вид спорта. Хорошо развивается в федерации. И я думаю, в скором времени включат в Олимпиаду. О растущей популярности этого вида спорта говорит и количество участников турнира. Кубок Белогория проводится уже шестой раз. В этом году его впервые включили в официальный календарь соревнований. Турнир набирает популярность. Уже каждый год у нас уже больше ста участников. Причем участвуют практически все районы Белгородской области. Ну и приезжают, поскольку турнир открытый, и команды из других городов. Это Липецк в этом году, Воронеж, Орел, Лиски, Донков Липецкая область. Так что представительство довольно серьезное, и конкуренция высокая. Однако староскольцам равных не оказалось. И Кубок Белогория в четвертый раз достался нашей команде. Второе место у спортсменов из Валуек, третье из Нового Оскола.